МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В 2015-й год в сувезе с тяжкой житевой ситуацией вызвали на больше, как 70 человек. Глядите другий сюжет с цикла, присвеченный гастагодзю белорусской милиции. На початку минулого гастагодзе у Гомеля отбылась и гистория, якая послужила основой для романа Ильфа и Пятрова. Спортивное свято «День здоровья» провело областное управление МНС, а зараз об этом и иншим больше подрабязна. У Гомеля от выплаты податков подыкрыто номер 3 вызволены 70 человек. Уся гэтая люди в 2015-м годе находилися у тяжким житевым становищем. На гэтым тыдні у Гомеля отбылось третье посаджение рабочей группы Городского выканавчого комитета. При гэтым Амаль Палова з'їх отримала дозвол не оплачивать сбор, а ще до моменту створения рабочей группы. Отповедные решения были приняты податковыми и финансовыми органами. Непосредственно на посаджение группы разледжено коля 140 заяв. Становчие отказы отримали 37 человек. Рашение принимается большинство голосов членов группы, в склад якою выходят представники органов УЛАДы, депутатского корпуса, податковой службы, юридичного отдела, органов внутренних справ, управление по праце занятостей социальной обороны, а так само некоторых инших ведомств. Средо наибольш важных аргументов для становчих рашения складаное финансовое становище и наявность серьезного захворвания. При этом комиссия притримливается принципа конфиденциальности. Зворот может разглядаться при отсутности человека. Головная умова, наявность всех необходимых документов, али навыд при их недохопе. Рабочая группа может вернуться до справы еще раз. У нас было несколько таких моментов. Мы рассматривали заявление, не хватает доказательной базы. Вот вроде бы и надо пойти на сторону ста человека, и нужно его освободить, но, к сожалению, не хватает необходимых документов. И мы решением нашей рабочей группы принимаем во внимание, что на доработку. И рекомендуем администрациям района встретиться с человеком, посетить его, посмотреть условия, в каких он проживает, пообщаться непосредственно с ними, чтобы можно было воочию конкретно убедиться в трудностях жизненной ситуации. Господарки Гомельской области протягивают под рухтовку до нового сельско-господарчика года. По информации области Легасхарчу, готовность техники зараз складает больше, как 80%. Дмитрий Котов ознайомился со станом справ у сельско-господарчика линя. У господарках региона ремонт пошли еще наприканцы минулого года. Многое зарабили уластными силами, и только складанная энергонасыщенная техника была передадена специализованным предприемством. До речи зараз амаль усе ремонтные работы завершены. По решению Гомельского облвыконкама, технику, призначенную до весновых работ, необходимо подрихтовать до первого саковика. До речи у особных господарков задача практически выполнена. До 5 марта мы планируем провести в каждой сельхозорганизации линейку готовности, взаимопроверки. Будет задействована служба гостехнадзора, инженерная служба области, все основные регулировки. Ну и до 15 марта это 100% готовность к полевым работам. Я думаю, что где-то уже начнем и выполнять полевые работы. Сирот господарок, где подрихтовка не выкликает никаких проблем, к СУПСА в газкомбинат ЗАРа Мазырского района. Упершу жаргу это связано с отсутностью второй техники. Коли и вылышаются недохопы, то и они не потребуют значных финансовых укладаний. Глобальных ремонтов мы не производим. Можно сказать, в Прочевске у нас идет подготовка космическая, то есть рулевое управление, тормоза и наведение внешнего вида. И делаем в Прочевске все работы своими силами. У нас нет ремонтных бригад, то есть закрепленный механизатор делая данную работу, смотря за своей техникой. Забеспечить стопроцентную готовность техники, а это аммаль 171-к на предприемстве планует до 21 лютого. Дмитрий Котов, Александр Харлам, поутель радиокомпания «Гомель». Головное управление Министерства антимонопольного регулирования гандлю по Гомельской области проведет сегодня и завтра горячую телефонную линию. Юридичные особы и приватные предпринимательники могут поведомить об проблемах, которые возникают у них при отримании сертификатов на товары и послуги, а так само выказать пропановы по удоскональванию этой процедуры. Выказанные думки дозволят не только принять ответные меры реагования, а и выпрацывать пропановы по выращению источных проблем. Потелефоновать специалистам антимонопольного регулирования можно с 10 до 13 годин по номерах Гомеля 310458 и 310457. Телерадо-компания Гомель протягва и рыхтовать до эфиру циклы специальных видеоматериалов, присвеченных 100 годзю с дня заснования белорусской милиции. У центра уваги подвиги гомельских милиционеров, история становления ведомства, досягнений супрацовников и гучные криминальные справы. Мало кто ведая, але у литературного героя Астапа Бендера исновал реальный правобраз махляр з Узбекистана Тургун Хасаев. Аб аферистских подвигах этого человека в середине 20-х годов минулого 100 годзя трубила вся советская пресса. Але записать на свой рахунок затриманне махляра сдолила только гомельская милиция. Восьмого красавика 1925 года у кабинета намесника старшини гомельского губернского выконкама завитал доброапранутый громадянин, який представился намесником старшини Центральной выборчай комиссии Узбекистана и одночасово старшинёй ЦВК СССР Файзулой Хаджаевым. Гостю оказали ширый приём, бо он продъявил документ, який подтвердил стан яго особы. Он рассказал историю о том, что ехал из Крыма в Москву, а на курорте у него похитили портфель, где находились и деньги, и документы. И предъявил справку о своей личности, которая была подписана главой ЦИК Крымской республики Велли Ибрагимовым. Сумнение на конд особого высокопоставленного чиновника закралися только у начальника гомельского губернского администрационного отдела милиции. Матвея Хавкина. Однако, не глядяши на это, гостю оказали усе знаки по ВАГе. Выдатковали на расходы 60 рублей, продоставили номер у гостиницы и запросили на фуршет. Однако нашёлся человек, который смог разоблачить личность афериста, а им оказался никто иной, как глава губернской милиции Матвей Хавкин. Он нашёл редкий на то время журнал «Красная Нива», где были изображены портреты всех руководителей союзных республик. И осуществил сличение портретов. Лицо гостя, хотя и было восточного типа, однако он не являлся настоящим главой ЦК Республики Узбекистан. Подчас затримания Махляр называл деяния супрацовников помылкой и пропоновал навод потелефоновать самому Сталину. Однако для такой досконалой проверки потребы не было. З Москвы на той момент уже пришла телеграмма, что Файзула Хаджаю не наведовал гомель и не отпочивал на березе Крыма. Оказалось, что за чиновника высокого рангу выдавал в себе осудженный за подлох рецидивист Тургун Хасанов. До визита у Гомельёна житявил близкучая Махлярская турне. На рахунку узбекского комбинатора были некальки десятков подманутых керовников буйных городов. Новороссийская, Ялты, Симферополя, Полтавы, Харкова, Минска и гэтак далей. В это же время с сотрудниками милиции была обезврежена жестокая банда, крупная банда. Это Луговского креса. И на фоне такой обстановки, происшествие с аферистом Хасановым, оно воспринималось только как эпизод достойный Фильетона. Розенансная справа становча поплывала на карьеру начальника губернской милиции Хаукина. А вось фильетон про афериста Хасанова, який был надрукованный у газете «Правда» под назвой «Знатный подорожник», натхнил письменников Ильфа и Пятрова на створение романа, у яким правообразом Астапа Бендера стал Махляр, затрыманный минавито у Гомеля. И не выключено, что кали б не мясцовые правооховники, твор, який так дуже полюбили советские и сучасные читачи, николю б не з'явился у литературы и кино. Александр Гамоля, Дмитрий Радзянко, телерадиокампания «Гомель». У 27-й школе города Гомеля, якая уже некальки годов носить гоноровое звание «Школа Миру», пройшел урок мужности «Афганистан. Наша память и боль». И он присвеченный надыходящей 28-й годовине выводу советских войсков за Афганистаном. На сустречу со школьниками запросили 13 удельников военных деянеў. По их словах, узгадваць падея 30-гадовой давніны немагчыма без смутку. Многие боевые товарышы засталіся на полі боя. У вайне загінули больш як 700 беларусаў. У тым ліку – 121 урадженец Гомельщины. Представники шматліких громадских організацій паделяюць боль с тымі, хто стратів на гэтай вайне своіх близких, а таксама патрымліваюць ветеранов Афганистана. А сустреча з молоддзю гэта пеш за усе магчымаць захавання гістарычной памяти. У Гомельскай в області протягваеце реалізація республіканскага праекта БРСМ «Аткрыты дэялог». Гэта дискусіная пляцовка, якая дазваляя молодзі уздымаць самыя вострыя праблемы і задаць актуальныя пытайні працтавнікам органов Улады, працтавнікам і грамадскім дзеячам. У дзельнікі падобных сустреч ахоплюваюць самыя розныя сферы – ад культурной спадчаны краіны і здоровага ладу жыцця да месца молодзі ў палітыце. Чарговый адкрытый дэялог прасвятили темі навуки. У ролі експерта у выступілі працтавнікі Каміта еканоміки Гомельскага Аблаканкама, навуковых астанов в області, адміністрація свабодной еканомічны зонны Гомель-Ратон, а таксамо член Савета Республікі національнага сходу Андрей Беляков. Амірковаліся праблемы, з якімі працтавніцца сутыкацца молодым людзям, які пачынаюць кар'єру в учонаха. У приватності недохоб часу для занятків навукой зв'язані з занятостю на місці праці. Действічно, праблемы существують, але не можна забувати о тому, що вас треба розвивати ту тематику, непосредственно, з якою зв'язана твоя робота. Коли ти на практиці займаешся цими вопросами, а не где-то в бібліотекі, із книг черпаєш какую-то інформацію. Тому, конечно, времени требується більше. Приходиться выходити на роботу, приходиться оставатися после роботи. Але це реально, це можна. Зазвичайно було дуже багато інтересних предложень по усовершенствовуванню вообще научної діяльності у нас в Гомельській області, да і в цілому в Республіці Беларусь. Ну і в тому числе, якісь, наверное, простіх проблем, які їх волнують, які, наверное, їм мешають займатися в той мере научної діяльності, в якій їм би хотілося. Жеўжик, Ёнік і Пунік з героями беларускіх казык і мифаў можна пазнайоміцца на выставе ў Палаце Румянцевых і Паскевичаў. Нечыстікі пакінулі свае таємныя прытулкі і паўсталі перад наведвальніками ў выгляді абйомных фігур. Скульптуры з права рук майстра Антона Шипіцы. А крамя гэтага організаторы выставы стварылі віртуальную реальнаць, дзе живуть гэтая мифалагічная персанажы. Каб не заблытыцца ў гэтай разнастайнасті експанатаў, да выставы треба ставіцца як да проходжання квесту. Спачатку наведвальнікі знайомяцца з відеаматрыяламі, ў яких ім працтавляюць гэроў. Пасля гэтага яны можуць знайсці іх ў скульптуры і потім у віртуальній реальністі. В рамках цього приложення вони вже должны понимати, що, наприклад, якийсь герой відвічаєт чи зв'язан с плодородіем. Этому герою треба знайти, наприклад, і віддати яблоко. Ктось є владыкою водної стихії, і можна знайти, ну, що-то типо весла пікі. Таким образом, працюєт, ну, некий образовательний эффект закреплений того, закреплений знакомства с цим персонажем. Проект «Липоклаб» займаецца одновленням сядибы Абуховичаў под Несвежем. Члены клуба меркуець, що празнікалькі годів полная колекція беларуских мифологічних персонажів здобуде свой дом і стане національним Деснейлендом. Обласне управління Міністерства по надзвычайних ситуаціях провяло Дзень Здоров'я. Разом з воротовальниками актывны у делу мероприемстві прыняли і їх сім'ї. Температура поветра не вельми низкая, але высокая вільготнасть робит знаходження на території в учебно-тренировачныя базы. Гомельська філяла універсітетта громадзянскай абароны не вельми комфортным. Правда, на гэты раз на такі дробязі увагу імкнулися не звертаць. Спартывная свята Дзень Здоров'я для работнікаў Міністерства по надзвычайных ситуаціях ужо стала традиційным. Добрай традицій можна лічыць і у делу мероприемстві сім'ї у воротовальнікаў. Ніяка примусу няма, кожны выбираясь поборніствы по власным жаданні. Стральба з пневматычной винтовкі, паласа пірашкот, дартс, лыжная гонка і наваткі данні валёнка. Лепшы выніку гэтым віде незвычайных аспаборніцтва дарэчы 20 метров. І яшчы адна лічба, аб якой паведаміли журналісту Телерадую кампанію Гомель. За 2 годзіны правядзенні мероприемства було раздадзіна 300 порцій грецкай кашы з мясам. Бо Дзень Здоров'я гэта не толькі спортывная свята. Перш за ўсё гэта свята карпаратывна, якоя заклікана яшчы раз нагадаць аб падшуці коліктывізму, як паміш самімі вратавальніками, так і іх сім'ямі. Гэта, а так сама інші новіны вы можете знайсці на нашым сайті ў інтернеті. Па адрасі www.tvrgomel.by На гэтым выпуск завершен. У студы працывала Наталі Ігнатянка. Усяго вам самага добрага. І да новых сустрэч у ефіры. Наталі Ігнатянка.